Итак, здравствуйте, дорогие мои друзья, все мои подписчики, те, кто просто смотрит мое видео. Я немножечко грустненькая, можно таки сказать, ну, расстроена, ну, правда, чуть-чуть, потому что, ну, хожу по магазинам и некого купить, вот прям вот, ну, некого. Уже даже хотела, может быть, Стеллу Винкс купить, который, этот, Баттерфликс, но, ну, то, что мне стало больше всего нравится, но дорого стоит, но не стоит Винкс, только денег. Мне кажется, они должны быть вообще полторы тысячи, но две с половиной не стоит, там, две-триста с чем-то, вот. И поэтому, вот, хожу по магазинам и, ну, прям некого купить и все. Ходила, вот, в Бубль-Гум, то есть, вот, недавно заезжала, точнее, в Детский мир на неделю. И там тоже никогошеньки нет, ну, вот даже гибрид сделать вообще, то есть, Барби-Йог. Барби-Йоги-то есть, да, там, даже одна, это, стоит, футболистка темная, гимнастка тоже, ну, вот, даже была бы хотя бы приличная, блин, блондинка какая-нибудь такая, красивенькая, прям, и, чтобы у нее мол был необычный. Вот, как вот есть тоже такая рубашка с карими глазами, тоже блондинка, но ее тоже нигде нет. Ну, как я говорила, уже там все, этот, стоит одна, такая, на маленьком теле, в красном платье, по-моему, Hello Kitty, что ли у нее, и ушки такие, ободок, но она мне не понравилась, выглядит, как свинка, реально, так, лицо, как у хрюшки. И вот это вот, в камуфляжном платье новое, с косичкой тоже, у нее волосы хоть и светлые, но она не полностью блондинка, такие белые, у нее, как бы, можно так сказать, светло-русые. Тоже не понравилось, то ли у нее тоже лицо, как у свинки, туда вмятые глаза прям какие-то, и маленькие какие-то, и то ли у нее даже один глаз косит, по-моему, тоже не стала брать, вот. И вот эта вот, которая тоже подошла бы как раз на темную футболистку, вот, в таком пляжном наряде, какой-то комбинезон у нее такой, и очки, тоже такая простенькая, из старых еще кукол, не из новых. Фэшианистик, вот. И тоже не стала брать, ну, ну, никак-то не впечатлило меня, ничего не екнуло, не щелкнуло, вот. И поэтому, ну, зачем мне та кукла, которая мне, ну, не нравится, которую я не хотела покупать, вот. Да и как-то теперь гибридов что-то уже не хочется делать, потому что, ну, нет, не из кого делать. Правда, две я хочу, но навряд ли они будут, поэтому вот таких вот, каких попало, которых у меня, не хочется мне делать гибрид, я вообще брать не буду, я вот только самых прям лучших, и то теперь очень редко, что-то как-то гибридов мне не очень хочется уже делать, хотя эти барби-йоги мне очень нравятся, и, ну, у нас некого вообще, тоже в Бубльгум сегодня ходила, там тоже есть и Рыженький, Тереза стоит, по-моему, одна, блондинка и гимнастка тоже. Ну, фэшионистов нету. Все те же самые вот стоят, которых я уже сделала. С розовыми волосами была, вообще я самую первую сделала гибрид. Вот эта вот пухленькая с желтым платьем, и которую я уже сделала, тоже гибрид такая. Она была с курткой еще, сиреневой, которая прям такая жесткая, никому не одеть, и сережки. Вот, и вот эта вот рыжая тоже, Саммер, тоже пухлая, на нешарнировом теле. Вот, ну, естественно, зачем мне они, когда они у меня уже есть. Вот. Ну, в этом нет ничего, да, в одном детском мире, во втором нету, и вот когда я ездила тоже за духами индийскими, в индийскую выставку, там тоже ничего нет. Вот. И в четвертом наверняка ничего нет, я в четвертый ехать точно не могу. Еще в третий еще могу съездить, это у нас там тоже, ну, примерно рядом с бабушкиным районом, там третий. Вот, ну, тоже прилично идти оттуда. Ну, по крайней мере, по-моему, от бабушки будет быстрее, чем от нас. Вот. А четвертый, вот, детский мир, там, где я должна была работать вообще, вот, он очень далеко, там нужно идти вообще-то пешком, да, до той остановки, где ходит тройка, у нас маршрутка тройка, прямо заезжает туда, это конечная остановка, у нее там, там центр большой изумрудный город, и вот этот еще один центр рядом клевер тоже. Но он не очень такой крупный, как изумрудный город. Вот. И у нас изумрудный город примерно похож на тот, который в Кемерово сгорел, который трагедия была, это зимняя вишня, вот, примерно такой же большой. Ну, его строили не так, как там, не из бывшего цеха, его строили с нуля, абсолютно. То есть, вот, на этом месте ничего не было раньше, вот. И его тоже проверяли, он нормально функционирует, у нас нет, нет, такого же не будет с этим центром, вот. Вот. И там, в этом клевере, в другом здании находится детский мир, вот. Туда я не могу истить, потому что надо туда либо пешком идти до той остановки, часа полтора, а потом еще и на маршрутке ехать туда, вот. И потом также на маршрутке, потому что оттуда, и от нашего дома до туда маршрутки не ходят, тройка ходит. Туда только ходит тройка, больше никакой. Она ходит по другому маршруту совершенно. Вот у кого моей бабушки было бы нормально, вот, типа, ехать. Там она проходит мимо Киевской, вот. А около нас никак. Это только если еще можно на троллейбусе сначала доехать до этой остановки, где тройка ходит, а потом уже на тройку пересесть. Ну, сколько денег нужно тратить? Сначала на троллейбусе, потом на маршрутке, потом опять на маршрутке, а потом опять на троллейбусе или вообще пешком, часа полтора до дома еще пилить. Вот. Поэтому я в тот магазин не хожу, он далеко очень. Я вот тоже, вот, Роман Глушков живет у нас в Томске, он тоже кукол делает сам и покупает, тоже собирает, коллекционирует. Вот. Он живет там рядом, если что, у него спрашивают, что там есть. Вот. Потому что я туда поехать не могу. Вот. А иногда бывает, что ассортимент разный. Например, в одном купили магазин, а во втором нет, осталось еще. Ну, еще что хочу сказать. То, что вот я вот узнала, что вот у кукол Королевской Академии есть новый персонаж появился с голубыми волосами, с сидими даже, так сказать, зовут ее Лин-Лин. Чья она внучка, я пока не выяснила, потом выясню, потому что Роуз – это внучка Золушки, Джойс – внучка принца лягушки и Астория – внучка Рапунцель. Там уже идут в Королевской Академии, там уже идут внучки, как бы, их вот эти вот куклы, да, с хорошим персонажем. Не дети, а внучки уже. Вот. И появилась новая Лин-Лин. Вот. Я в Империи кукол, конечно же, спросила, будет ли у вас такая кукла. Вот. Они сказали, что в 2019 году они ее ожидают. Ну, вот, надеюсь, она у них появится, и я ее куплю. Ну, может быть, она еще и появится в дочках-сыночках, но, может быть, и в детском мире. Вот. Потому что, ну, они дешевые, так что им можно и там заказать. Это куклы не из очень дорогих, такие же, как, ну, вот эти вот Дисней, темные герои-наследники, да. Вот. Так же, как и закажу, тоже у них должна появиться еще это Мэйвис, который я хочу, летучую мышку. Вот. Одна участница кукольной группы, на одноклассниках кукольный мир, называется Ольга Лешкова, там она. Вот, взрослая уже даже, взрослая, меня ей за 50 уже, вот. И она так, ну, она вообще прекрасно прям шьет одежду, прям, не знаю, я бы ее на месте даже продавала бы. Прям, как, лучше, чем в магазине, то есть у нее куклы все так шикарно одеты. Вот. Есть полотенца специальные такие для фотосессии, то есть она красиво фотографирует, шьет все, вот. И у нее вот эта вот Мэйвис уже есть. Вот. Но она где-то заказывала на сайте, вроде бы она сказала, что их не будет в обычных магазинах, там их три куклы вышло. Невеста в каком-то обычном сиреневом платье, это вот монстр на каникулах третья часть оттуда куклы. И в качестве летучей мышки, я уже о ней говорила, вот именно мышку я хочу. Надеюсь, она в империи будет кукол, потому что я ее очень хочу, прям. Она такая позитивная, улыбающаяся, что прям настроение поднимает. Вот. Ну, и Лин-Лин тоже из Королевской Академии тоже, конечно, будет заказывать, потому что я этих кукол тоже соберу, а мне не очень понравились. Хотя, если их садишь, у них так ноги раздвигаются неприлично, но все равно. Они тоже красивые куколки, они все шарнирные. Вот. Ну, и еще хотела сказать, что вот я вот смеялась над сказочным патрулем, да, вот то, что вот типа срок службы, да, 3 года у них, да, ну, смеялась, что типа мне так смешно было. А ведь действительно 3 года службы. Знаете почему? Потому что я обнаружила, я раздела вот Аленку, потому что смотрю, у нее что-то ноги, ну, не держатся в бедрах. И подумала, а вось поди резинка у них там. Сняла одежду с нее с Аленки, смотрю, действительно резинка. Причем, причем некачественная резинка, то есть она обычная, белая резинка, как вот в трусы раньше заправляли, да, ее белая такая. Вот. И вот, мне кажется, такие резинки могут либо сами порваться, если особенно постоянно ее тискать, брать, да, вот. Или вот как дети, да, вот там написано от 3 лет, да, да, от 3 лет, блин, дети, моя вот племянница 4 года, я ей уже Машу купила, да, танцы. А вот у нее оказались шарниры в руках есть, в кистях, то есть вот, она полностью шарнирная. Но мне эта коллекция не нравилась, мне моя нравится. И даже то, что у моих нету кукол Music коллекции, нет шарниров в кистях рук, это меня даже не волнует. Они очень красивые вообще, то есть, нет, конечно же, бы их там тоже не помешало, но вот так, чтобы прям завидно было. Ой, типа племянницу купила Машу, да, из танцев, и у нее там есть шарниры, у меня нет, нет, такого у меня нету. Мне нормально, то есть, я нормально отношусь к этому. Конечно же, было бы это лучше бы, но все-таки мне нравится Music, потому что я бы все равно бы не купила эту коллекцию танцев, потому что, ну, я их называю черлидерши, потому что у них такие пумпоны, одежда такая. Да еще у меня в моей группе ВКонтакте сказали, что у них такая одежда расползающаяся там, и такая ткань тонкая, вот. Ну, а не стоит, естественно, я ее за 580 чем-то там купила, там еще кибер-дни начались, дни шоппинга, вот. И как бы я ее купила, но дарить ее будет моя мама на Новый год, моей племяннице, ну, то есть ее бабушка, вот. Потому что маленькая Даша, которая родилась, вот у меня племянница, и Аленка 4 года племянница, это все две девочки моей младшей сестры, вот. Ну, естественно же, моя мама им бабушка, вот. Ну, я как бы по маминой просьбе ее купила, вот. А я дарить буду Enchanti Молсолини с домиком, потому что она очень хотела, хотя она так игрушками обращается, это ужас. Я к ним заехала, вот когда вот я ездила, это 8-го числа, не 8-го, а какого там, 8-го родилась, племянница у меня вторая, и через 5 дней в понедельник я уже поехала к ним туда, вот, посмотреть там племянницу, все такое, вот. И подошла к уголку, это даже не уголок, это свалка, подошла, в общем, к свалке игрушек моей племянницы первой Аленки, и вообще у меня шок был. У нее там куклы без ног, без рук, без одежды, это вообще-то. И вот у куклы Enchantimus волосы вообще, как у бабы йог, нет ни юбок, нет ни обуви, нет зверушек, у меня вообще прям, у меня шок. Я прям, ну, я не представляю, как можно с игрушками, ну, ну, она, ладно, 4 годика маленькая, ну, а зачем тогда люди пишут, что вот от 3-х лет куклы? Да, блин, в 4 можно сломать все, за один раз. Вот я теперь Машу ей мама подарит, да, я сомневаюсь, что она у нее даже проживет месяц, я думаю, она раньше месяца ее сломает. Вот, а написано 3 года, да, для детей, типа, с активной игрой. У моей племянницы очень гиперактивная игра со всеми игрушками. Вот, кстати, я ей вот такую же чебурашку дарила уже на день рождения, по-моему, когда ей был годик. Ну, и что-то как-то я тоже себе захотела, но все не могла купить. Вот, все не купила, потому что пошла, никого нафиг нету, кукол вообще некого, прям аж даже кошки на душе скребутся, вот некого купить, и все прям, тоска такая прям заедает. Ну, слава богу, что я заказала вот Фредди из Темных Героев, дочь Фасилье, злодея, из мультика Принцесса и Лягушка, Лягушка Принцесса, или Принцесса Лягушка, не помню, как там называется. Вот, вот этот мультик, где Тиана Принцесса, она была простая официантка, вроде поцеловала лягушку и стала сама лягушкой, вот, потому что должна была его поцеловать принцесса, вот, поэтому она стала лягушкой. Ну, ну, в общем, купила Чебурашку, он поющий, с апельсином, там, правда, был еще белый, я сначала так включила, он был немножко поменьше ростиком, вот, и так, главное, включила ему, да, музыку, и он так, там он говорит фразы, песенки поет, и сразу же первая фраза была, догадайтесь какая, возьми меня с собой. И я говорю, ну, ладно, возьму, раз уж и сказала, а потом думаю, ну, да, зачем мне белый-то Чебурашка, ну, Чебурашка, он должен быть, вот, Чебурашка, как в мультике. Белого Чебурашки в мультике не показывали, это уже люди сшили сами белого, ну, еще бы розовую Чебурашку сшили, ну, как, ну, Чебурашка, он, вот, коричневый. Мне хотелось именно настоящего, а белый Чебурашка выглядит, как, не знаю, как Йетти, только маленького роста. Здесь у него на мультипульте написано, апельсинка, там еще был простой, без апельсинки, но мне хотелось апельсинка, такого же, как я подарила племяннице. Кстати, я не знаю даже, где он у нее, потому что я его не видела в хламе у нее в игрушках, может, у нее порвался, они ее выбросили, то, что они вот на днях выбрасывали много игрушек сломанных. Ну, в общем, вот он поет. Давай играть вместе, ты настоящий друг, я тебя люблю, всем привет, давай споем вместе песенку. Вот, сюда нажимается и говорится, вот. Я был когда-то странной, с игрушкой, зеленой, в которой в магазине никто не подойдет. Уважение, Чебурашка, мне каждая дворняшка, застречу, сразу лапу подойдет. Вот такая песенка. Возьми меня с собой. Вот, возьми меня с собой. Взяла уже. Ой-ой-ой, апельсины растут прямо в ящиках. Такой хорошенький. Скажите, а если вы не узнаете, кто я такой, вы не станете со мной дружить? Станем, станем мы с тобой дружить, да? Вот такого себе друга купила. Ну, Чебурашки нужен был друг. Ну, вот, если бы меня взяли в детский сад работать игрушкой, то это было бы просто здорово. Мне не везло сначала, и даже так взяла. Ко мне на день рождения. Вот это была вторая песенка. Так, это уже было или нет, я чуть не помню А, ну да, было уже Ну, в общем, вот он такой Здесь у него какая-то проволока в ушах Он вот такой коричневый весь Сидит на попке, хвостик такой Вот здесь вот у нас этикеточка В мультипульте написано Хотя ее можно отрезать, что-то она какая-то голубая Такая огромная, наверное, отрежу ее Здесь еще вот такая вот есть У него даже сертификат есть, аттестат вернее Что подлинный настоящий мультяшный герой Вот такой вот мишка здесь Но это не кнопочка, которой он поет Это просто тут знак качества Вот, он поет вот здесь вот На позике апельсинка в руках, она пришита Мордочка у него уже не мягкая Она такая вот тверденькая Ну и грудка тоже у него вот здесь вот оранжевая На ножках оранжевая Ну а сам как и в мультике Чебурашка коричневого цвета Вот Вот такую вот чебурашку я купила Будем ждать это Фредди и Кладин музыкальный фестиваль Я, кстати, не договорила там Потому что я еще заказала Кладин музыкальный фестиваль Вот Ну и как бы я заказывала это неделю назад Как раз таки в воскресенье И мне сказали, что Фредди нету Нужно подождать пересылку из Москвы Ну вот мне пришлось самой сейчас позвонить Потому что, ну, уже неделя прошла И я вот неизвестность вообще не люблю Ждешь, ждешь, неизвестно чего Ну, я решила позвонить, узнать Ну вот мне сказали, да, отправка будет В воскресенье и в понедельник То есть на следующей неделе На следующей неделе в понедельник или во вторник Надеюсь, в понедельник Ну, чтобы ее уже в пятницу забрать Он как долго пришлось ждать Вот Ну, тем не менее, все-таки дождалась И А то я за этой Фредди охотилась Блин, в детском мире столько И ездила постоянно Даже два раза в неделю И нет, и нет, и нет, и нет Вот еще бы прекрасно было Если бы у них еще СиДжей появился Ну, я надеюсь, появится Может быть, даже я и спрошу Появится ли у них такая или нет Вот Чтобы точно знать и ждать Хоть у них можно заказать Хоть Империя Кукол существует Такой хороший магазин И у них даже все куклы Старого выпуска есть Правда, некоторые дорогие есть Например, вот Гулия Да Это Супергероиня Там 20-26 тысяч стоит Но зато, по крайней мере, она там есть Вот И Империя Кукол Рай для коллекционеров вообще Прям Ну, и больше, видите, негде покупать Вот там вот еще остались нормальные куклы Не то, что там В обычных магазинах Привезут всякую дрянь Блин, какую-нибудь Типа Штефи Они кому-то нравятся Но мне лично Они не нравятся Такие простые Ну, я имею в виду Как вот Штеф Или Ася Вот такие Вот совсем уже Такие убогенькие Вот Вот она такая Чебурашечка Дружочек У меня появился Дружочек 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 Дружочек